Музыка О чем мечтает Морихиро Ивата? Кстати, мастера боевого искусства. Какие чудеса можно разглядеть с помощью лупы и микроскопа? Насколько хрупким и маленьким является мир? Следите внимательно за эфиром, мы разыграем билеты на интересные события. В эфире то, что поможет вам определиться с выбором грядущих впечатлений. Здравствуйте! Ну или коньячева. Почему именно японские? Да потому что именно так нужно приветствовать очередную театральную премьеру, в этот раз от театра Ульгер и Сумбоси. Ну или мальчик-спальник. Почти. Вы знаете, как лучше себя вести в театре? Да! Перед каждым спектаклем здесь разворачивается свое представление. Сегодня детишек учит японскому этикету. Всего через пару мгновений они увидят сказку про японского мальчика-спальчика. Театр Кукол Ульгер открывает сезон. Исумбоси – это японская фантазия режиссера Ольги Шуст. В постановку «С детства любимые сказки» она вложила всю душу и целый арсенал художественных средств. В этом спектакле есть все – планшетка, маска, есть марионетка. Это кукла – планшетная система кукол. Именно потому что она работает на столе или на полу, она называется планшетная. И водится она вот при помощи таких вот тросточек маленьких. Ноги у него на свободном ходу, там все суставчики очень легко работают, поэтому он может ходить, поворачиваться, смотреть. Покува и Сумбоси Дэс. Но разнообразие кукол – это еще не все. Постоянно меняющая краску, мерцающий свет, символичные образы, красноречия пластики и жестов в отсутствие привычного многословия. Словами здесь наделен лишь ангел-хранитель. В маленьком сердце великая сила сокрыта чудом. С такой гаммой выразительности и режиссерских находок спектакль выходит за рамки детского. Он поражает не только красотой воплощения, но и эмоциональной глубиной. Когда умирают родители, я все время начинаю плакать, хотя сама поставила, и все равно слезы прям наворачиваются. А этот спектакль показывает, что даже если у тебя нет денег, но есть большое сердце, можно все получить в жизни. Вот мальчик. Мальчик понравился. Он был смелый, храбрый, добрый, хороший. Он был потрясающим мальчиком. Театр кукол Ульгер, 2-3 ноября в 14.00, премьера Исумбоси. Япония действительно удивительная страна. Например, там нет сильнее ругательства, чем дурак. По-японски звучит как бака, дословно глупый человек. А иностранец как гайдзин, дословно чужак. Бака гайдзин в японском разговорном – это американец. Кстати, сила высказывания зависит от интонации. Так вот, радостная новость. У театра оперы и балета новый худрук. Профессионал. Молодец. Мэрихиро Ивата. Буквально несколько месяцев назад Мэрихиро Ивата дал прощальный бенефис в Большом театре. На протяжении 17 лет он был его ведущим солистом. И уже сегодня он художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета. Легкие вращения и виртуозные прыжки – визитная карточка знаменитого японца. Обладатель множества наград как артист, теперь он балетмейстер и хореограф. Сейчас Мэрихиро готовится представить бурятской публике вечер балета «Восхождение». Среди звезд бурятского и мирового балета на сцене можно будет увидеть и его самого. А теперь немного мысли от самого Мэрихиро Ивата в рубрике «От и до». Марихиро Ивата – артист балета, хореограф, балетмейстер. Первый солист Большого театра до 2012 года. Художественный руководитель Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Я мечтал в детстве стать пилотом. Еще я очень мечтал, чтобы стать мастером боевого искусства. Когда я уже балетом начал заниматься, конечно, я очень полюбил эту профессию. Поэтому мне, конечно, мечта уже тогда изменилась в направлении к творчеству и стремлении к классическому балету. Пожалуй, то, что я действительно хотел и стремился получать мечту, наверное, все исполнилось. Так говорится, что вот если хочешь второй этаж понимать, то пойми на лестницу. У каждой своей есть лестница, и к каждой степеньке надо идти хорошо. Вот тогда дойдешь во второй этаж. Не знаю, что у меня будет ждать своему, как сказать, жизни на второй этаж. Вот через год, через два года, ну, через пять, через десять лет, чем я буду заниматься, где я нахожусь, вот сейчас абсолютно не знаю. Мне сейчас очень интересно то, что сейчас я занимаюсь. И все. Дальше и видно будет. Восхождение. Тля размером 0,5 миллиметров может прыгать так, что если увеличить ее до размера человека, она перепрыгнет Эйфелевую башню. Вот такой вот микрофакт. Если микромир вам интересен, то предлагаем вам посетить выставку настоящего левши, а именно художника-микроминиатюриста Анатолия Коненко. Глядите, пожалуйста, ведь они шельмы английскую блоху на подковы подковали. Со времен Лескова многое изменилось, кроме одного. И сегодня находятся умельцы, которые могут подковать блоху. И не только блоху. Омский левша Анатолий Коненко создает поражающие воображения и микро-шедевры. Его выставка продолжается в Улан-Удэ. В этой микроскопической микровселенной кузнечик пиликает на скрипке, бабочка носит украшения, а в ушки иголки проходят караваны верблюдов. Фантазия автора поистине не знает границ. Одна из моих любимых работ это шахматы, которые выточены на миниатюрном токарном станочке. В экспозиции показаны большие шахматы, которыми играют оса и бабочка, и маленькие, которыми играют комарики. Также представлена шахматная доска. Мы знаем, что это изображение 64 клеточек черных и белых, которые не нарисованы, они совмещены в миниатюре между собой. И рядом стоят часики, миниатюрные часики, у которых циферблат выполнены из золота 999-й пробы и миниатюрные стрелочки. И хотя его искусство живет не первый день, мастер Коненко не просто идет, а бежит в ногу со временем. Он живо реагирует на все, что происходит в мире. И тут уже не знаешь, что любопытнее самой маленькой бас-гитары группы Scorpions или микрологотип фирмы Apple. А недавно Анатолий Иванович издал микрокнигу Пушкина Евгений Онегин. Микрокнигами мир давно не удивишь, а вот книги с QR-кодом еще не было. Ее можно прочитать только с помощью гаджетов, без которых теперь никуда. Экспонаты этой выставки появились именно тогда, когда весь мир переходил на уровень нанотехнологий. И, конечно же, искусство не должно было отставать. И именно через все эти миниатюры человек понимает, насколько хрупким и маленьким является мир и природа, которая его окружает. Вот так современное искусство даже в лице народных мастеров откликается на достижения нано-науки и нано-техники. Говорят, что в будущем наш мир превратится в нано-общество, где не будет ни болезней, ни труда. А пока нас не поглотили нано-роботы, мы можем спокойно наслаждаться созерцанием микро-миниатюр. Национальный музей Республики Бурятия Музей природы Бурятии Выставка чудеса под микроскопом до конца ноября Художественный музей имени Сампилова Выставка Илья Алтаева Отражение времени до 20 ноября. Музей истории Бурятии имени Хангалова Выставка спорт в Бурятии. И это не все, чем могут удивить музеи. 24 октября начала свою работу выставка творчества учеников кружка рисования при исправительных колониях. В Музее истории города 26 октября открылась выставка работ кружка живописи при исправительных колониях номер 8 и номер 2. Такая выставка проводится в Ланде впервые. История началась со знакомства учеников с экспонатами Музея истории города. Мы поняли, что это очень такой благодарный зритель, очень чувствующий. Так родилось вдохновение юных художников. С организацией кружков живописи у ребят появилась возможность выплеснуть свою энергию в творчестве. Таким способом преподаватели помогают заключенным преодолеть напряжение и стресс через искусство. Он почему-то стремится, он ищет какой-то глубокий философский смысл. Но придет ли он, найдет ли он логическое завершение всего этого, мы не знаем. И он, наверное, сам не знает. Самое главное, чтобы у них все хорошо сложилось. Эти картины, скажем так, они такие атмосферные, они не злые, они очень добрые, очень добрые, теплые. Музей истории города, выставка отражения до 15 ноября, РЦНТ, 2 ноября, в 18.00, галоконцерт на Ранэ Туя, лучики солнца в Бурятском драматическом театре. Вы еще не забыли, что вам нужно до 3 ноября, быть на концерте машины времени. А те четверо, кто сейчас позвонит по номеру 65 55 91 и споет продолжение песни «Перекресток семи дорог», вообще пойдет бесплатно. Оставляйте свои комментарии на сайте arigus-tv.ru и подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. С вами была программа Афиша. Самая лучшая программа Афиша из всех программ Афиша на телеканале Аригус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok